Цыганский барон. Тумсо, а как ты отреагировал на смерть Абдул-Халима, который хайл тебя, когда думал, что ты мёртв? Мы, башкорты, вышли в защиту своего нацлидера, а так называемая либеральная оппозиция обвинила нас в национализме, чего плохого в любви к своей нации и попытке её защитить, как быть целью. Тумсо, сталкивался ли ты с практикой отъёма детей у чеченцев европейскими властями? Если да, как, по-твоему, это можно остановить? Ответь, пожалуйста, развернуто, если можно. Мне очень важно твоё мнение. Я, значит, гражданин США. Что ты думаешь, может со мной случиться, если я поеду сейчас в Россию? Буду ли я в опасности или нет? Нет. Если ты гражданин России, то прислушивайся к официальной позиции вашего госдепартамента. Они вроде бы озвучивают, когда вашим гражданам не стоит ехать в какие-то страны. Они обычно об этом говорят. Я не знаю. Я давно уже не нахожусь в России, поэтому положение американских граждан в этой стране я просто не отслеживаю, поэтому я не знаю. Это лучше тебе обратиться по адресу. Цыганский барон. Тумсо, а как ты отреагировал на смерть Абдулла Халима, который хайл тебя, когда думал, что ты мёртв? Вы знаете, смерть этого человека – это на самом деле очень показательная вещь. Вот задумайтесь над тем, как он умер или погиб. И вот просто все забыли и забили. Не было, то есть у этого человека не было даже какого-то электората, какой-то группы поддержки, людей, которые бы переживали за него, которые начали бы задавать вопросы, почему он умер, как он умер, погиб он, кто его убил. Не было тех, кто освещал бы эту ситуацию, задавал бы эти вопросы. Ничего, понимаете? Это на самом деле очень показательная вещь, насколько бесславно этот человек ушёл. Из-за того, что он так жил, он сам выбрал из себя такую жизнь, и эта жизнь выбрала для него такую смерть, понимаете? Это причина для того, чтобы задуматься. Это для многих людей, которые подобным образом, люди с двойным дном, которые сначала на одном стуле посидят, потом раз на другом стуле посидят. И рыбку хотят съесть, и косточкой не подавиться. Есть такие? Вот он же из таких людей был. Сначала уехал, говорил одно, потом приехал, начал другое, плюс там ударился вообще какой-то ашаризм. Причём, ладно, там ударился, ладно, а шарит ты там, допустим. Но именно бывает такое воинствующее, которое там что-то постоянно пытается что-то там подменить понятие. И потом и в политической теме, и в религиозной теме. Он, в общем, живёт вот такой вроде бы активной жизнью, вроде бы столько всего, там какие-то диспуты, какие-то высказывания, комментарии этого убили правильно, там респект тем, кто убил. А вот это то-то, то-то. И потом человек сам внезапно уходит из этой жизни, и всем плевать, и врагам плевать, и друзей оказывается, и нет, и не было никаких, кто хотя бы там дуа бы сделал, или переживал. Понимаете, насколько это показательно? Насколько Аллах унизил этого человека? Поэтому подумайте об этом. Я, как я могу на это отреагировать? Я отреагировал на это, ну, очень ровно. Ну, просто неинтересно бывает. Вот что-то там соседское, там, я не знаю, собака умрёт, наверное, больше будет по этому поводу каких-то мыслей в голове. Мы, башкорты, вышли в защиту своего нацлидера, а так называемая либеральная оппозиция обвинила нас в национализме, чего плохого в любви к своей нации и попытке её защитить. Как быть с этим? Ну, мы с вами должны понимать, что либеральная оппозиция, это не значит, что они за национальные государства. Понимаете, оппозиция, это такая же сторона российской власти, то есть это люди, которые хотят прийти к власти, и к власти они хотят прийти не в раздробленную Россию. Они хотят вот эту же страну, прийти в этой же стране к власти и изменить эту страну, там, в ту сторону, которую они считают хорошей, счастливой, правильной. Поэтому, ну, не нужно этому удивляться, я имею в виду, то, что они, для них некоторые, вообще попытки какие-то, какого-то национального отделения, какое-то национальное сознание, что для них это сепаратизм, это, в принципе, понятные вещи. Просто среди них есть те, кто такой прям империалист вид сбоку, это типа вот Ходорковского, допустим. Но он мало чем, на самом деле, в понимании России географически, он абсолютно не отличается от Путина. Он просто отличается от Путина в плане понимания, какой должна быть эта Россия. Какая там должна быть модель власти, что она должна быть больше парламентская, такие, в общем, вопросы, что она должна быть больше прозападной, больше такой либеральной, меньше традиционных ценностей, больше западных. То есть у него вот такие, такое понимание. Но в вопросах Кавказа, Татарстана, Башкортостана, они абсолютно одинаковые с Путиным. То есть в этом, это понимание у них абсолютно идентичное. И некоторые, вот как он, такие же как бы воинствующие. А некоторые среди них есть те, кто допускают какие-то, допустим, варианты диалога. В принципе, допускают, что какие-то регионы могут там отделиться, в этом нет ничего плохого. Такие как бы тоже есть. Но это не значит, что они этого хотят. Они этого не хотят. Просто они, может быть, они допускают это, в случае, если прям должна там пролиться кровь, допустим, или есть опасность, что прольется кровь, то они, допустим, скажут, ну ладно, окей, давайте лучше и поразойдемся. Тумсо, сталкивался ли ты с практикой отъема детей у чеченцев европейскими властями? Если да, как, по-твоему, это можно остановить? Это нельзя никак остановить. Конечно, мы сталкиваемся с подобными вещами. Но таково законодательство. Здесь, когда мы приезжаем жить в эти страны, а они тоже разные, и вот этот вопрос ювенальной юстиции, он тоже разный. В разных странах Европы он разный. Где-то там строже, где-то помягче. И мы ничего здесь изменить не сможем. Мы должны подстроиться. Мы должны понять, что так, мы приехали в страну, где стандартные методы воспитания детей, которые для Чечни или в целом России считаются нормой, здесь они нормой не считаются. За такие методы воспитания у тебя просто заберут детей. И с пониманием этого ты должен адаптироваться и воспитывать своих детей, не нарушая законы страны, которые ты живешь. То есть вот это вот насилие над детьми, то есть бить там детей, самое, наверное, важное, самое главное, что нужно забыть, это бить детей. Бить детей здесь нельзя. Если ты бьешь своего ребенка, и потом это становится известным властям в твоей стране, и у тебя отжимают ребенка, то ты сам в этом виноват. Ты, зная прекрасно, что здесь этого делать нельзя, ты совершил это правонарушение, у тебя, естественно, забирают, потому что считают, что ты опасен для этого ребенка, так как насилие в отношении ребенка, жены или жены в отношении мужа, жены матери в отношении детей, это все здесь под запретом. Поэтому здесь не стоит по этому поводу как-то сильно удивляться. Конечно, будут отбирать. Все байки и сказки, которые рассказывают там что-то типа, что там чуть ли просто так детей забирают, это все, как правило, оказывается сказкой. Как только ты любой из этих кейсов берешь и начинаешь его рассматривать, ты обязательно находишь там грубое нарушение действующего законодательства. При этом, да, конечно, какие-то там, возможно, будут единичные какие-то там кейсы, где что-то поспешили, там что-то неправильно сделали. Но в своем подавляющем большинстве, когда ты начинаешь рассматривать, обнаруживается, что закон был нарушен. Поэтому мой совет настоятельный. Адаптируйтесь, воспитывайте детей, не нарушая законы. Самое главное, не бейте своих детей. Забудьте об этом, о применении силы в отношении своих детей. И поверьте мне, так тоже можно жить и так тоже можно воспитывать своих детей. Не применяя в отношении них силу. Субтитры подогнал «Симон»